Ассаляму алейкум, привет из Казахстана, Тумсо, вы как думаете, если Россия захочет вторгнуться в Казахстан, чеченцы тоже придут нас убивать? Алейкум ассалям, российские чеченцы, да? А с ЦРУ мы же, мы с вами не слышим видео о каких-то проколах ЦРУшников, это не говорит о том, что они ничего не делают. Значит они делают и делают это грамотно, то есть вот эта исполнительная именно часть у них работает лучше, однозначно. Ну ответь, как долго ты будешь критиковать Кадырова? Денис Саронов. Сколько надо, столько и будем. Сколько он будет беспределить, столько мы будем его критиковать. Тумсо, у меня к тебе вопрос. Разве в исламе приветствуется издевательство над мертвым человеком? Я смотрел твое видео и там кадыровцы издевались над бывшим президентом. Расскажи. Ну так это же в исламе не приветствуется? Причем здесь кадыровцы? Ты их ассоциируешь с исламом что ли? Просто слушая все выступления кадырова, что они защитники Корана и великие ученые, они противоречат тому, что говорят и делают. Знаю даже я, что даже враг достоин уважения. Кстати, по поводу уважения врага мы чуть попозже поговорим об этом. Ну а так, для немусульман это, наверное, для немусульман мы в принципе все являемся мусульманами, вы не знаете эти моменты между нами. Для вас что шииты, что суниты, что там, ну для вас это все так чисто, одни мусульмане. Но у нас внутри существуют очень серьезные разногласия, деления, некоторые, некоторые вообще не считают мусульманами, сами мусульмане, поэтому тут все не так просто, дорогие друзья. Ассаляму алейкум, привет из Казахстана, Тумсо, вы как думаете, если Россия захочет вторгнуться в Казахстан, чеченцы тоже придут нас убивать? Алейкум ассалям, российские чеченцы, да, они нас убивают, почему-то думают, что они вас не будут. Конечно придут. Еще как придут всякие полки Кадырова, всякие СОБРы, спецбатальоны, батальоны или полк Север, там батальоны Юг, Восток, Запад и прочие предатели из числа нашего народа, да, они придут. Тумсо, какова бывает твоя первая реакция или мысль, когда видишь Кавказца в майке Россия и с этой мутант-птицей, не на соревнованиях, а атак, когда они каждый день носят двухглавого орла и митер. Какая бывает реакция, не знаю. Сдержанная, наверное, в принципе я привык видеть это. Иногда до абсурда эти вещи доходили, когда, например, в мечети, в мечеть приходили люди в футболках с надписью «ЗАДИ ФСБ», например, или в кепках, на которых было написано «ФСБ». Это не ФСБшники, это просто ребята молодые. Вот они такие футболки, например, одевали, или эти кепки носили. Это я сейчас не говорю про сотрудников различных силовых структур российских в Чечне, которые в своих военных этих формах приходили. У них тоже бывали, например, футболки с аббревиатурами их структур, типа ОМОНа, СОБРа и так далее. Это, конечно, это абсурд. Это, с одной стороны, смешно, с другой, это печально. Но это настолько часто сейчас ты это видишь, это настолько у нас распространено, что тебя это абсолютно не удивляет. Это неправильно, это, конечно, нужно осуждать, но удивляться этому, конечно, уже не приходится. Скажите, почему в Дагестане и Чечне знают Шамиля, а Мохаммада Яракского нет? Может, это из-за политики Турции в Кавказе в начале 19 века? Слушайте, те, кто интересуются этой темой, они знают всех действующих лиц Кавказской войны и Мохаммада Яракского, и всех остальных. Но те, кто особо не погружались в эту историю, не изучали ее, они, конечно, знают более популярных людей. И, конечно, Имам Шамиль является более популярным, поэтому о нем больше людей знают. И его личность, она, наверное, больше популяризируется сегодня, чем многие другие личности, тоже выдающиеся личности именно периода Кавказской войны или Кавказских войн, как правильно сказать. Я тоже считаю, что это несправедливо. Я тоже считаю, что гораздо большей популярностью, большим уважением и признанием должен пользоваться Гази Мохаммад Гимринский, например, которого, на мой взгляд, незаслуженно, несправедливо предают забвению. Именно его имени должны были называться улицы, площадя в Чечне, в Дагестане и других республиках, но особенно в Дагестане и в Чечне. Эта личность, она очень, очень ключевая она для нас. Это очень серьезный человек в нашей истории. Он сыграл очень важную роль. И гораздо более важную, чем Имам Шамиль. Поэтому, да, есть такой момент, в общем, видишь, есть гораздо более умнее, грамотнее и лучше меня люди на этом свете. Среди чеченцев, среди нашего народа тоже есть. Они говорят гораздо более грамотнее, чем я. Они владеют там несколькими языками, они очень умные люди. Но вы о них не знаете. А вы мне знаете, хоть я и гораздо хуже их по любым параметрам. Меня просто с ними никак невозможно сравнивать. Так уж получается, что кто-то становится популярнее, кого-то знают больше, кого-то меньше. Где-то это бывает даже незаслуженно. Но такова жизнь, дорогие друзья. В том, что ты читаешь и не отвечаешь, почему столица Чечня названа Грозный и кто он был. Столица Чечни, город Грозный, назван таким именем, потому что до этого там была основана крепость. И эта крепость называлась Грозная. На этом месте были несколько чеченских сел. И они были сожжены. Вместо них на их месте была основана вот эта крепость. Она какое-то время носила это название, крепость Грозная. Потом уже со временем крепость превратилась в город. И после этого вот это окончание из Ная было переделано на Ий. Получилось город Грозный. А следы от этой крепости, то есть от этой стены, они до вот этой последней реконструкции проспекта Победы, проспекта Путина ныне, они там были. У нас во дворе прям была часть этой стены. С тех пор еще каменная стена, небольшая такая часть была сохранена. Но Кадыровская власть, проводя реконструкцию, решила, что это в принципе ничего не значащий памятник архитектуры. И они просто эту стену снесли и на этом месте сделали газон. И вот так последние следы этой крепости были уничтожены. Извините, если тупой вопрос, но почему при письменности на чеченском вы пишете цифры между буквами? Потому что отсутствуют в клавиатуре, на кириллице, отсутствуют у нас эти знаки. И мы заменяем это. Ну это один знак точнее, так говорим знаки. Это один знак, это вот единица только. Ты так написал цифры, как будто мы там пишем разные цифры. Это только вот этот один знак, то есть одна буква, это звук, которого нет в русском языке. Он есть в чеченском, есть в арабском, но в русском языке его нет. Соответственно и буквы такой тоже в русском языке нет. И вот мы, а у нас он пишется на чеченском языке просто как палочка, этот звук. В общем, мы эту палочку как бы заменяем вот этой цифрой, единицей. Бывает, конечно, удобнее ее заменить маленькой буквой L английской, например. Ну в смысле более подходит она или вот этой палочкой на клавиатуре, но заморачиваться приходится. То есть когда ты быстро что-то печатаешь, тебе там переключать клавиатуру, этот символ оттуда вытаскивать тяжелее. Поэтому ты просто ставишь единицу, что обозначает звук А. А в арабском языке это звук Айн. Вот этот вот звук мы обозначаем единичкой. Ассаляму алейкум, бро. После того, как ты начал говорить про лезгинов, Чайхана с братьями из Азербайджана перестала смотреть тебя? Алейкум ассаляму, бро. Что-то да, по-моему, Чайхана перестала. Перестала меня смотреть. Точнее смотреть они, наверное, не перестали, но вот говорить об этом перестали. И спасибо тебе за твою правду. И от всех азербайджанцев говорю тебе спасибо, Так как ты все высказал армянскому блогеру, Всю правду и волнение в его голосе было очевидно, Так как сила в правде. Не за что. Как думаешь, ФСБ лучше грамотно работает или ЦРУ? Кого лучшая спецслужба? У США или России? Слушай, ну сейчас, наверное, очевидно, Что ЦРУшники, наверное, работают гораздо лучше. Но здесь надо разделять возможности российских спецслужб В плане их аналитические какие-то возможности, Аналитика и исполнительная часть. Вот с исполнительной частью у них проблемы. Хромает у них эта тема. Но аналитика работает у них очень круто. Здесь хорошим, наверное, примером их очень крутой работы является Кавказ. И все, что на Кавказе они мутят на протяжении долгих лет. И как у них это получается, как грамотно они там нас разводят. Это, конечно, очень крутая работа их именно аналитической службы. А вот с исполнением, да, у них бывают косяки, проблемы, проколы. Они могут на всю Европу оставить следы полония. Могут где-то ложенуться, там, недотравить, где-то перетравить. Чтобы пострадали вообще ни в чем не повинные люди. Есть у них как бы вот эта проблема. С ЦРУ мы же, мы с вами не слышим о каких-то проколах ЦРУшников. Это не говорит о том, что они ничего не делают. Значит, они делают и делают это грамотно. То есть, вот эта исполнительная именно часть у них работает лучше. Однозначно. Продолжение следует... Продолжение следует...